Ну не так, господи, а теперь солнечная часть. Мы с вами немножечко поговорили о том, как устроены скелеты. В прошлый раз мы немножечко, совсем не чуть, поговорили о том, где какие мышцы. Во всяком случае, несколько это назвали. Да? И вот теперь задачка будет, о, какая. В прошлый раз, когда вы нарисовали человека, большинство из вас пошли по очень хитрому пути. Вы нарисовали фигуру в широких штанах, в каком-нибудь там вот сердаке, или в юбке от самого куши до самого пола. В этом случае вы нарисовали человека или некоторую одежду, висящую на вешенке. На вешенке под названием «человек». Так вот, нарисовать потом одежду – занятие не хитрое. Но если вы хотите грамотно и интересно изобразить человека, вам надо хорошо понимать, какое же положение его тело при этом занимает. Потом, пожалуйста, ради Бога одевайте его во все столы. Так? Так что, внимание, я сейчас буду задать к следующей. Нарисовать человека, так, при этом, который не стоит по стойке смирно и смотрит на вас вот так вот, в руку, да? А, допустим, сбоку, вид сбоку, человек, который идет. А ты ясно? А, например, это только оттенок, оттенок, оттенок. Нет, вот давайте первоначально все это одинаково задать. Идущий человек, вид сбоку, без одежды. Что? Половину можно так представить, подвески есть. Можно половину. А человек присылает просто? Еще раз, вид сбоку – это какой вид? Вот просто. Ну, такой. Когда говорят про обнаженную натуру, имеется в виду прорисовка всех деталей строения человеческого тела. Сейчас я этого от вас совершенно не требуя, не ожидаю. Одна из самых сложных задач – это прорисовка кистей рук и стоп-ног. Потому что на самом деле изобразить грамотно и верно кисти и стопа исключительно сложно. Можете, конечно, делать не подробное изображение всего человека, а обобщенное, низко обобщенное. Пальчики не прорисовывать. Ну, там, уши, глаза, нос, прическу тут наметить можно. Очень обязательно во всех деталях прорисовывать. И так далее. Идея нечна? Да. Работаем. Работаем, а потом разбираемся результатами. А вот линейку уберите сразу. Если вы хотите научиться рисовать, то надо привыкать это делать без костылей. Человек на костылях никогда не научится в полку ходить. Вы должны доверить своей руке. Ясно, что сначала не все будет получаться. Это нормально. Вас совершенно автоматически тянет на изображение брюк. И на изображение штанина. Еще раз я говорю, одежды не надо. Не рисуйте мне бродячих вешанок. Не нужно. Человек все стихо. Уже готов, да? Да нет, это первый, который я делал на северную руку. Ну, славно, славно. Ну, а зачем вы здесь? Мне не нужна разреза человека. Мне не нужна бродячая вешанка. Слово обнаженного у вас вызывает по-детски острый ассоциаций. Так, поэтому представьте себе, что вы рисуете человека в плавках. В плавках? Да, человек в плавках идет мимо вас. Вы его рисуете в профиль. Ну, а плавка не на вас. Это ж милый. Значит, вы учитесь на смотригера моды, которая будет затем плавки шить? Простите. Или у вас какие-то другие задачи? В плавках у нас не очень на ответ. Совершенно автоматически у вас вышли трусы. Если у вас человек, то обязательно что-нибудь на него одеть, иначе неприлично. Ребята, тело не может быть неприличным. Неприличными могут быть люди, которые думают о нем неприличным. А тело может быть только красивым, совершенным, чудесным и так далее. А, хорошая решение. Меня... А, хорошая решение. А, хорошая решение. Какой человек в tava не улыбка. А, хорошая решение. Так, ну давайте еще запустим пару минут и после этого разборка. Судим, чем мешает попытка нарисовать даже трусы на вашей фигуре, она мешает понять, как строить человека. Я понял, что ничего не справится. Понятно, что вот эту часть просто не прорисует. Она пока у вас не так, как у людей на самом деле. Еще раз, какие задачки нашего с вами, вот этого маленького курса по биорисунку? Не научиться, упаси Бог, в точности воспроизводить рисунки окружающий мир. Обратите внимание, вот эти вот все быстрые наброски зверя, которые я вам сделаю, являются они фотографически точными изображениями или нет? Нет, конечно. Конечно же, это стилизация. Вот эта лошадь растянута по диагонали, вот по этой линии, раз в полтора. Если я возьму нормальную живую лошадь и вот так вот у нее сделаю, у нее полопаются все ста. Разумеется, когда человек рисует, если у него нет задачи сделать биологическую иллюстрацию, он всегда в той или иной степени стилизует, обобщает изображение. Только можно это делать как? Можно это делать просто как придет в голову. А можно стилизовать, имея представление о общих законах того, что бывает, того, что не бывает. Об общих пропорциях. Это не значит, что люди первого типа никогда не станут хорошим художником. Ну, спасибо. Можно быть отличным художником, полностью нарушая все пропорции. Разумеется. Разумеется. Так? Но наша задача все-таки попробовать изображать не с мус-мугрикой с планеты Кириэмпанка, а чтобы ваши объекты отузнавались. Возвращаются к будущему человеку. Большинство из вас решили воспользоваться той информацией, которую вы получали на прошлом занятии на этом. А именно, начали все-таки с каркаса. И это люди, которые из того, что я видел, лучше справились с задачей. Смотрите, у человека идет звук. Прежде всего, является ли наш позвоночник просто прямой палкой? Нет. На самом деле, ни у одного человека прямой спины не бывает. Если вы наметили, то что оно очень в качестве прямой спины, вот в качестве прямой линии. Дальше это дело надо будет уточнить. После этого. Дальше человек идет, соответственно, ноги у него как-то согнуты, и руки в их обе тоже как-то двигаются. Отлично. Рисуете одну конечность, рисуете вторую конечность. Рисуете одну руку, рисуете вторую руку. А вот теперь давайте смотреть. Ну и дальше вы начинаете одевать вашу схемку в плоть, в мясо. Приделали часть плоти, получили ноги. То же самое получили руки. Ше. 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 Вон. 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 В той или иной степени выразительная фигурка такого человека. Что вы про него сразу можете сказать? Про эту мою, которую я здесь слышал вам. Что у него голова слишком небольшая. А, да. А как называется вот это очень важное в живописи и вообще в рисовании вещь? Да. Соотношение пропорции. Соотношение размеров разных четырех тела. Давайте с вами разберемся. Вот просто на примере своего тела. Рисуете себе, что вы согнули ногу в колену. Вот так. Где окажется колено, если вы полностью подтянете его к толщине. А вот примерно вот тут. Вот тут. Попробуйте сделать это. Например, на области начала. Наклонитесь вперед к нему. Угу. Вы видите, что у вас колено рядом с ключом стороной. Да? То есть, на самом деле, длина вот этого отрезка и вот этого отрезка. Что они можно сказать? Они примерно одинаковые. Я считаю, что есть люди более длинноногие, менее длинноногие. Но в любом случае, не может быть длина торса в два раза больше, чем длина бедра. Такого у людей просто не бывает. Так? И только у куклы Барда бывает, чтобы длина бедра была в полтора раза длиннее торса. Так у живых людей так не бывает. Хорошо. Теперь. Соотношение длины голени и длины бедра. Представьте себе, что взяли ногу и вот так полностью согнули в колени. Ваши пятки держатся. У ягодицы. Да, правильно. На физкультуре никогда не бегали, хлопая пятками, себе по боку. Есть такое упражнение. То есть, на самом деле, если человек полностью совершит вот это движение, то пятка должна оказаться вот здесь. То есть, длина вот этого отрезка примерно такая, что длина вот этого. Хорошо. Разбираемся с соотношением длины. Да, всем понятно, что у этого человека, который я нарисовал на доске, ноги разные. Какая нога более-менее пропорциональная, а какую нога менее? Ну, задняя, задняя она надо менять. Так, задняя для кого? Вверху. Справа. Подойдите к доске, поправьте, как считаете, нужно. Вы не бойтесь вы, я не буду это. Да. Ну, можно сравнить вот эту вот руну и вот эту вот руну. Да. Вот эта примерно полтора раза больше, чем вот эта. Ага. Поменяйте, как вы считаете, нужно. Ну. Колени с того здесь. Да. Соответственно, пятка на этой ноге где должна оказываться? Вверху. 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 Да, да. Человек должен идти. Да. Собом шел, эта нога в колени должна быть, чтобы не дать? Нет. Нет? А, да. Вы уходите напрямую с ногами, да? Ага. Ага. Понятно, что если у вас колени здесь, сам пятку и... И вот сюда. Да. Вот так. Вот мы теперь перейдем к работе более или менее к норме. Ну да, так что так. Понятно? Отлично. Вот некоторые специально допущенные ошибочки, начинайте видеть. Это очень хорошо. Голова. Подождите, с головой отдельная история. Руки, пожалуйста. Руки. А вот тогда это руки по руке, как вы говорите. Хорошо. Руку согнули в локте. Где оказывается? Подбородка. Ну, локоть и подбородка. Ну, локоть и подбородка. А, локоть. Значит, кулак у вас на уровне подбородка, а локоть. А смотри, что у вас здесь в теле? Ребра. Да, на уровне самых нижних ребра. Да. Это понятно? Ребра. Ребра. То есть, на самом деле, на уровне согнутого локтя, вот здесь, кончаются последние ребра. Понятно? Теперь, вы опустили руку вдоль тела полностью. Понимаете, где у вас штиль? Подбородка. 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 Ага. Встаньте. Встаньте. Теперь, вот так вот. Немножко покачайтесь вперед-назад. Вы почувствуете ладошку, как у вас под ладонью. Прижмите руку. Подбородка. Вы почувствуете, как у вас под ладонью складывается и раскладывается мускулатура, вот здесь. Это работает только по запятому суставу. Значит, реально полностью вытянутая рука, основание ладони, находится немножко ниже, по запятому суставу. А вся ладонь? А вся ладонь же в бедре. Первая треть в бедре. Значит, полностью вытянутая рука должна проходить вот так, и вот где-то здесь кончается. Здесь начинается кисть. Ну и на самом деле, длина руку этого человека соответствует общим пропорциям. Именно такой длины руки должны быть. Так. Хорошо. Теперь. А вот с головой фокуса. Фокусы-фокусы, которые имеют прямое отношение вот к тем мультяшным персонажам, которые добрые и злые. Так. Если голова большая, то маленькая. Если голова слишком большая, то они не удержатся на фазовке. Если голова большая, то добрые. А почему? Угу. А давайте, давайте вспоминать об одной вещи, о которой вообще-то была речь. Так. На прошлом царе. Значит, если мы сравним пропорции взрослого человека, пропорции новорожденного человечка и пропорции ребенка. Сравним, мы будем вот таким показателем. Вот так. Померяем у того, у другого высоту головы. Вот так. И сравним с длиной улочью. Как по-вашему, у кого голова по отношению к туловищу самая большая? У новорожденного, ребенка или у взрослого? У новорожденного, у ребенка средняя, у взрослого. Голова в существенные меньший процент от туловища занимает, чем у ребенка. Так что, на самом деле, чем крупнее голова по отношению в туловище. Вот если вам надо изобразить ребенка. На одном рисунке вы собираетесь изображать ребенка, на другом взрослого. Да? Вот уже на этапе наброска. Как их и кричить друг от друга? Крупная голова. Это кто вы? Это ребенок. Небольшая голова? Взрослая. Двух фигуры взрослого. Плюс к этому будут меняться и пропорции конечностей. Глина руки по отношению к длине туловища. У кого больше? У взрослого или у подростка? У взрослого руки и ноги короче, чем соответственно, в туловище. По отношению к подросткам. Так что пользуясь просто пропорциям тела можно показывать и возраст, и полу человека. Вы еще никакие детали лица, детали одежды, детали фигуры не изображены. А уже просто исходя из пропорции, то надо спорить. А теперь по поводу добрых и плохих. Вообще-то скелет головы состоит из всех позвоночных черепа и нижней челюсти. и нижней челюсти.